здравствуйте дорогие друзья я хочу сегодня в связи с последним своим постом немного поговорить с вами я выставил такой материал статью про организацию объединенных наций где говорится о том что ведутся уже подготовки к тому чтобы под инициативой великой британии и америке организации объединенных наций она удалила ликвидировала все религии по всему миру и такие разговоры они велись уже давно и такие планы они звучали в организации объединенных наций но тут и речь идет просто о реальных подготовках и интересное объяснение то есть чаще всего я слышал о том что там речь идет о мире и безопасности потому что религия она провоцирует конфликт люди спорят из-за религии и воюют убивают друг друга здесь знаете я хочу поделиться своими выводами которые у меня мне напрашиваются в связи вот с этой информацией первое это то что у нас есть духовная потребность у каждого человека мы так созданы вот то наша конструкция это не эволюция эволюция знаете противоречит речит духовности в человеке а здесь посмотрите политики и религиозные руководители используют духовные потребности людей создались религии по всему миру и это религия сотрудничают с политикой для того чтобы людей использовать например в войнах потому что человек ради государства идеологии там ради своей нации он готов умереть чтобы защищать свою нацию он готов пойти на войну но ради веры в бога ради своих религиозных убеждений он еще быстрее умрет и посвятить свою жизнь и вот это доказательство что эволюция на место не имеет в эволюции люди должны быть но защищать свою жизнь любым способом размножаться защищать свою жизнь вот это фундамент эволюции а у людей есть моральность и совесть или угрызение совесть есть угрызение совесть и меня это доказательство того что эволюция она не имеет оснований практики а если только такая теория и интересно что духовная потребность который я хочу вернуть сейчас они есть каждом человеке и великие этого мира то есть те кто владеет управляют олигархи и политики религиозные руководители они используют эту потребность чтобы грабить людей чтобы они выполняли их указания понимаете то есть это потребность у человека есть и вот то есть организация объединенных наций она увидела огромное финансовое имущество которое хранится во всех целях мира азии там тоже буддизм индуизм католицизм это триллионы долларов это не просто деньги для того чтобы обслуживать там на здания прихожан чтобы они могли проводить какие-то праздники я не знаю свои встречи нет 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 это накапленные миллиарды триллионы это золото понимаете и они не по той причине даже пишут там что надо удалить религия чтобы не было воин если вы был мир и безопасность это да основной такой повод но они там пишут для того чтобы решить проблему бедности что все эти деньги еще вот просто вытащить из этих всех церквей решилась бы проблема бедности по всему миру это настолько огромное количество денег и средств накапленных это деньги которые были собраны от прихожан люди они жертвовали думая что жертвует эти деньги богу из чистых побуждений были они использовали они введены в заблуждение но здесь я повторю вот важный вывод который напрашивается на самом деле люди ученые влиятельные люди знают что каждого человека на нашей планете есть духовные потребности люди нуждаются в боге имеют какую-то духовность понимают его по-разному этого лишить нельзя они хотят лишить мир религии они не духовности и веры в бога потому что это не получится но билл гейтс я в семнадцатом году слышал его доклад что он обнаружил в генетическом коде место которое отвечает за духовность и он даже смел такое говорить мне показал этот ролик даже документальным да неподстроенным билл гейтс заявлял о том что если мы сможем повлиять на генетический код и удалить вот этот момент который говорит о духовности человека то то мы таким образом поменяем мир к лучшему людей у них не будет духовных потребностей не будет тоже воин будет мир и безопасность то есть они хотят вмешиваться в наш генетический код и удалить это но это другая тема вернуть к этим духовным потребностям посмотрите если они есть то есть на меня это доказательство все религии мира которая получается они используют уже и своими учениями они просто имел двость над ними над прихожанами но вывод такой у каждого из нас есть духовно потребности это очень индивидуально я здесь не хочу ввести спор о том у кого религия лучше и и так далее нет это очень индивидуально я хочу побудить вас использовать ваши духовные потребности в поисках бога истины или отношения с богем думайте о том кто вы кто я если бог где он есть потому что он хочет чтобы мы его знали если у вас скажем есть отец который вас родил и судьба так сложилось что вот вы потеряли контакт со своим отцом вы же будете его искать а может он ищет вас ему вам ему хотелось бы иметь отношения ему хочется гордиться своим сыном а вам хочет гордиться своим отцом вы бы хотели узнать как зовут вашего отца если бы вот так случилось что вы где-то в детстве потеряли своего отца вы бы хотели познакомиться с ним рассказать ему о себе дружить общаться проводить время нечто подобное происходит с нами сегодня на нашей планете мы потеряли связь нашим небесным отцом он не случайно бог везде в религиях называется нашим отцом он дал нам жизнь он хочет сами иметь отношения семейные отношения дружить с нами познакомиться гордиться нами а мы хотим гордиться им его знать по имени и я здесь предлагаю для для этой цели чтобы искать бога читать библию друзья нету другой книги если хотя бы вы считаете себе минимум там образоваными людьми такими но культурными и вообще там да такими но не дураками но прочитайте саму известную книгу в мире можно не все книги мира прочитать за необязательно там понимаете быть вот так что каждый месяц каждую или на неделе читаю несколько книг но библия это шедевр и эта книга несравнимо это самое высокий небоскропы в мире а рядом сарай который стоит это все остальные книги понимаете количество переводов миллиарды это не миллион миллиарды экземпляров библии тысячи языков на которых она была переведена она доступна в каждом каждой деревне острове библиотеки везде у мусульман и индусов везде доступна библия это не случайно похоже вот так чтобы его закона и он был доступен если люди будут его искать и здесь я вам скажу если у вас есть свое мнение о счет библии я провел просто из-за своего вида деятельности тысячи разговоров с людьми о библии тысячи людей которых встречу и с которым говори о библии и я вам говорю 99% они имеют свое мнение они могут цитировать критиковать рассказывать что то про иисуса моисея и там законы библии так далее спрашивал а ты читал библию вообще от корочки до корочки нет как ты можешь оценивать книгу что-то про нее говорить если ты находишься под влиянием просто опинии других людей у тебя нет собственного мнения ты ее не прочитал сначала до конца а библия это такая книга которую даже не один раз надо бы прочитать чтобы ее понимать или надо ее исследовать потому что на самом деле это не простая книга но это так представьте себе кто-то критикует музыкальное исполнение музыку вот меня не нравится эта песня у нее никогда не слушал можете представить себе такое или ученик который его вызвали к ответу дали ему задание поставили двойку не выслушав вообще что он имеет на эту тему может сказать не дали ему возможность отвечать понимаете вот это так человек он не прочитав библии но как он может что-то на эту тему сказать то есть чтобы говорить о боге о библии о религии это основное что мы должны сделать это такое минимум это моё конечно такое призвание индивидуально я так вижу под решение это вопросу как можно развивать себе свою духовность конечно это контакт с природой потому что это все то что сделал бог это много говорит о боге но кроме этого чтение библии является супер хорошей помощью и не полагайтесь на то что вы знаете вы уверены что это там хорошо или плохо сказано убедитесь сами что говорится библии возьмите в руки сначала до конца минимум один раз нужно прочитать вернусь к тому что обратите внимание вот то что они хотят удалить религия в мире то что религия вот имеет такое богатство политики используют религиозных руководителей на выборах они все знают что у людей есть духовные потребности у нас они есть и это не случайно что каждый из нас имеет духовные потребности раз они есть то если мы их не удовлетворим этих духовных потребностей так этим займутся другие люди и они нас используют наши духовные потребности используют своих целях но мы этого не хотим